так друзья всем привет вы на канале китаец отличился меня зовут руслан сегодня у нас очередной пациент есть у меня новый дисплей есть у меня вот этот пикетик там у нас пока не надо вот в таком интересном виде это samsung j250f уже был на канале но в более лучшем состоянии вот так оно все выгнуто такой вот у нас изгиб ну были попросили сделать поддеваться будем делать паскал аккумулятор камеру подвину подальше совсем ракурс маленький так сделаем что делать корпус у нас есть кривой даже кнопки вот тут смещены света не хватает вот кнопки смещены видим я нашел на авито донора съездил купил донора продавец меня уверял прям ложился что он живой только биты вот таком состоянии корпус более-менее целый но маленькую он погнутый не страшно я думаю там ничего такого не будет что он чуть погнутый даже не заметим он битый я обрадовался думал плату себе замучу пригодится на воле плата не лишняя будет но к сожалению плата здесь мертва так что платы мне не видать ну и так то мне она не нужна была я думал просто продам также на авито рублей за 300 хотя бы а кстати купил телефон за 500 рублей вот этот донор будем на без монтажа сейчас прям так выкручиваю винты на том не помню ничего нет я там уже менял экран на телефон не знаю видео снимал не снимал не помню может быть снимал еще может быть не выложил может быть не снимал не помню честно говоря вообще много чего снимаю просто не выкладываю на руки не доходят сил не хватает выложить болты прям такие ядреные сидят не выкручиваются поди рассыпал болты от айфона айфон распаян и лежит чуть дальше контроллер снятый немного контроля купить где нашел там что наличие висит что есть это факт ничего нету сейчас разберем этот подъем с него экран выкинем я даже и мы и переклеивать не будут так как сумасла не вижу сейчас заморачиваться телефон все равно пойдет там ребенку в школу прошивки у нас умеет там другие даже если все-таки то проблемы будут есть второй телефон который будет уже донором теперь этот будет основным он будет донором так открутили все видимые винты не хватает света почему-то хотя два прожектора светят на столе не поймешь должно света хватать света мало почему-то так экран у нас сам отслоится давайте мы поможем сразу с этим чтобы он нам не мешался здесь сейчас я его оторву крошатся кстати экран мененый по-любому экран мененый потому что оторвался очень легко зная эту модель телефона он либо мененый либо снимали его уже знает он до этих телефона тут прям так тяжело снять экран чтобы он не распрашивался пусть смотрите сам выпал радость какая у нас тут еще слава богу что он не через экран разбирается они же любят самсунге тем более старых моделей вот этих через экран его делать маленькая трещинка у нас здесь на рамке имеется на работу влиять не будет поэтому заморачиваться не стану что такое-то не хочет выходить почему-то хотя болты все или не все тоже болты нет такой болт все болты выкрутил корпус не открывается такой чувствует приклеили вот он есть вытащил так задние корпуса нам нужно она кстати ровная а вот плата нам отсюда уже не нужно вот так совсем навесным ее снимем с виду плата целая но она не стартует телефон очень сильно стукнули как сказал продавец на авито ну стукнули стукнули я не расстраиваюсь дохлая плата ну спаяю с нее что-нибудь там контроллер спаяю раздем спаяю там под сим-карту не проблема сейчас второе тоже быстренько под разберем тут церемониться не будем вижу плата вылезла потому что вот это вообще не нужен в таком виде корпус просто некуда его деть а кидать его в шкаф с телефонами с разобранным тоже смысла нету зачем мне там нужен я думаю он там вообще будет лишним что-то некоторые болты нормально вылазит а некоторые прям вытаскивать приходится не знаю с чем связано конечно есть такой вот в нижней части болты как бы сами вышли с отверткой а верхняя вот и не торчат надо их короче говорить сейчас пинцетиком быстренько возьмем чтобы ногти не ломать так что ногти поломался вот эту отвертку уже погнитесь лопатка магнитится с меньшим отверткой все сюда не потерять так ничего еще один болтик пропустил вот в этой части верхнюю болтики у нас все кнопочку отсюда потеряли при ударе здесь у нас уже обычная даже не и песка от и афтер матрицы стоит менял я говорю так что такого сохранять отсюда мы будем не остатки если что нужно это портус собака клеился на клей которым я клеил экран здесь видите проходил дремлером потому что китайский экран сюда просто тупо не подходил там маленько не хватало узора получалось просто неровно поэтому пришлось подпиливать вот эта модель и еще какая-то по модель с такой же бедой кстати здесь вот рамка по моему даже поровней будет чем там если нам будет что-то достать еще удовольствием я чувствую клей-то хороший приклеилась так знатно хорошо держит клей зато не отвалится так возьмешь плохой клей после b7000 постоянно принесут телефон через какое-то время уже опять что-нибудь демонтировать начинаешь приклеивать а b7000 уже все он уже не держит так вот т7000 черный такой кстати в описании на клей есть у меня он держит прям намного лучше остался вниз о тут еще и вода была блин тут короче комплект такой интересный вода два вода вот здесь внизу маленько вода была но я думаю плата не пострадала сейчас я там чистится чищу маленько эту плату я запускал она стартует запускается работает дисплей тоже реагирует как проверял дисплей уже ну блин вот это вот плохо что была вода конечно это очень плохо так ну эта рамка пивая я пока ее не буду выбрасывать мало ли придется пилить ту рамку чтоб ту рамку не пилить мы короче вот эту подровняем и поставим ее сюда здесь мы уже пишем фига себе вроде тело в то на 3 минуты было здесь мы уже пишем ладно хрен с ним так давайте посмотрим что у нас вот с этой рамочкой которая у нас маленько треснутая посмотрим дисплей как в нее ляжет если ляжет в нее дисплей хорошо ничего не дырить в принципе оно пойдет так кнопка home у нас попала блин ну по моему этот дисплей ложится сюда отлично поскольку я вижу единственное что рамка кривая ну я думаю ничего страшного у нас же не амолед который клеится к рамке к самой вот этой части у нас есть рпс ссылка на дисплей в описании забываем забываем как бы мы же не будем ее клеить к рамке только по периметру по пластику поэтому я думаю хуже от этого не станет так тут зачистили здесь есть этот хлам разъем я пытаюсь как мусор зарядки в самой блин шизер свиньи ладно не будем осуждать как-то теле так и пользовались прикручиваем на одну плату как всегда самсунг плата держится одним болтом ничего нового так здесь у нас уже установлен динамик также есть вибро звонок поэтому просто вставляем сюда еще раз ставим и проверим как дисплей лежать вот вставляется идеально не то что достается разбирать прям неприятно этот аппарат ну относительно дисплей ложится сюда хорошо относительно не как тот который я ставил до этого там прям пилил этот пилить я не буду рамку оставляю вот эту плату закрутили вот это пока все уберем так все не надо ничего надо мне в одну палочку выручалочка и сюда есть ватная палочка сейчас почистим рамочку старого гермитоса от гермитоса от гермитоса так зачистили обезжирили самое главное теперь маленько тут мусор который был щеточкой счистим отсюда дисплей уже проверенный вы дисплей обязательно проверяйте предустановкой потому что потом хрен вы его вернете я уже проверил поэтому могу смело просто наносить клей уже сразу здесь довольно большая рамка хотя и стоял амолед но рамка здесь прям такая здоровая поэтому можно клея так побольше главное камеру не залить так клея можно побольше чтобы ничего не отклеилось держаться будет лучше щелей не будет между дисплеем и рамкой потому что тут подсветка все равно она маленько светится ну видно его видно видно так надо мне теперь скочки взять кормосточный извиняюсь название самое утро время у нас десятый час я только с работы приехал мне уже бомбятся все так что делаем теперь теперь делаем так клей у нас нанесен в принципе он высохнуть не успеет за это время что мы делаем я сниму сразу пломбу потому что я здесь покупал в городе у нас что мне дали клиенты пломбу отсюда срыву дисплей проверенный здесь не изолировано вот здесь и вот здесь не изолировано вообще один раз ставил не на этой модели вот этими контактами каротит на корпус на металл и тач начинает отваливаться поэтому берем термоскотч чем тоньше тем лучше и пару кусочков один вот сюда клеим чтобы у нас на корпус не коротило тут в принципе не будет коротить но лучше приклеить тоже кусочек там хоть оно и покрашено в том месте и прокладка лежит лучше кусочек положить хуже от этого не будет объединить не нет термоскотча возьмите обычный скотч приклейте сюда тоже ничего страшного с этого не будет просто кусочек скотча обычного он потолще будет маленько обычный скотч эффект будет лучше так все нанесли клей у нас нанесен скотч нанесен вставляем дисплей позиционируем в данном случае позиционировать надо чтобы попасть там у нас контроллер чтоб тача залез куда надо шлейфик чтоб залез куда надо позиционировать его так спозиционировали есть позиция есть да все есть подключаем шлейф берем вставляем акб сразу же тянем резиночки тяну можно на струбцины но я сейчас не использую струбцины потому что пару модулей у меня вот таких китайских не выдержало струбцину и они просто тупо лук обтягиваем так хорошо потому что рамочка кривая чтоб компенсировать нам кривую рамку нужно тянуть чтобы греился сразу запустим картинка есть очень хорошо что картинка есть я вот так вот 3 и еще одну для тяну так вот видите он вверху отходит со света у меня вообще плохо света сколько темно камера показывает так сейчас обтяну и покажу или на камере секунду на камере включу на камере не включу камера севшая хотя и на завязке стоит интересно почему то ну вот так вот я обтягиваю сверху тоже короче вот случился картинка есть тач тач реагирует вот такая переборка была барыги Саита который впарил мне донора большое спасибо он меня выручил новый корпусный телефон стоит прям ну так нормально не хотелось бы покупать новый корпус а тут за 500 рублей в принципе более-менее корпус чуть-чуть гнутый но не страшно ну и осталась у меня плата плата донорская хоть и не стартует но распаяем на части вам товарищи спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео лайк этому видео ставьте лайк можете поставить с вами был руслан канал китайцы отличился все ссылки в описании до новых встреч пока 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 не забывайте не забывайте не забывайте вы